В батальоне меня, как и всех тех, с кем я прибыл в составе организованной группы, встретили хорошо. Разместили, выдали спальные мешки, колематы. Определили надовольствие по питанию. Скажу честно, кормят хорошо. Многие из ребят говорят, что на гражданке не всегда так питались. После мы прошли опрос с командирами по нашему опыту военной службы, мотивации стать добровольцем и так далее. Обучение у нас началось буквально на следующий день после приезда. Нас начали знакомить с оружием, как обращаться, как правильно держать, как чистить. После мы выехали на стрельбище, где нас обучали правильные стойки с оружием, работе в паре и так далее. Те, кто ранее имел опыт стрельбы и обращения с оружием, схватывали все быстрее. Многие, кто служил в вооруженных силах Республики Беларусь, признавались, что многое из того, что нам преподает тут, в армии не показывают. Тут все-таки обучение основано на реальном боевом опыте командиров. Теперь мне понятно, почему российские оккупанты так неумело воюют. Ведь в их основе срочники, которых учат те, кто преподавал в советской армии. То же самое и в вооруженных силах Республики Беларусь. Тренируемся каждый день. Даже в свободное время мы с ребятами отрабатываем то, что нам показывают командиры. Вообще трудно все. Но, как говорят, тяжело в учении, легко в бою. Тут совсем другая моторика рук. Совсем другое положение тела при передвижении, чем в обычной жизни. Больше задействовано внимание и критическое мышление. Учат решать нестандартные задачи быстро и правильно. Ну и, конечно, физуха. Она дается трудно, но это нужно. Настроение бодрое, как у меня, так и у моих товарищей. Тут я чувствую себя спокойнее, чем в Варшаве. Там, читая новости с фронта, я переживал больше. Тут привычно спать при отдаленных звуках взрывов и сирен ПВО. Война – это такая жизнь. Никто никого не отправит на боевое задание без соответствующей подготовки. Как только командиры будут уверены, что бойцы достаточно подготовлены, их будут включать в состав более опытных боевых групп. Но не будем забывать, что это война. И в любой момент может случиться что угодно.